Алексей Иванов, географ Глобус Пропил Это мы, опилки, Станислав Лем Глава первая. Глухонемое козлище Конечная станция Пермь-вторая, прохрепели динамики. Электричка уже подкатывала к вокзалу, когда в вагон вошли два дюжих контролера, один с ближнего конца, другой с дальнего, чтобы отсечь пути к бегству. Пассажиры заволновались, а небритый помятый молодой человек, сидевший у окна, даже не оглянулся. Ваш билет, ваш билет. Однообразно повторяли контролеры, оборачиваясь то направо, то налево и медленно двигаясь к точке рандеву посреди вагона. За окном плыли багажные перроны, составы на запасных путях, семафоры, будки, штабеля шпал. Сверху, мелькая решетчатая конструкция каких-то перекрытий, молодой человек разглядывал все это очень внимательно и никак не реагировал на то, что процесс разделения пассажиров на агнцев и козлищ скоро зацепит и его. Многочисленные агнцы сидели тихо и горделиво с затаенным достоинством, а немногие козлища краснее доставали кошельки платить штраф или же, поднятые с мест, скандалили увлекаемые на расправу. «Ваши билеты», — сказал контролер, останавливаясь напротив отсека, где сидел безучастный молодой человек. Две бабки, помещавшиеся напротив него, суетливо протянули свои билеты, давно уже приготовленные и влажные от вспотевших пальцев. Контролер глянул на билетики и злобно укусил каждый из них маленькой никелированной машинкой. Девушка, сидевшая рядом с молодым человеком, не глядя подала свой билет, и контролер с ревнивой въедливостью прокусил и его. Молодой человек по-прежнему смотрел в окно. «Ваш билетик, молодой человек», — сказал контролер, нервно пощелкивая никелированными челюстями. Молодой человек даже не оглянулся. «Эй, парень!» — переставая щелкать, окликнул контролер. Обе бабки с ужасом уставились на гордого безбилетника. «Парень, не слышишь, да?» — с угрозой спросил контролер. Два пленных козлища за спиной контролера слорадно взирали на молодого человека, не отрывавшегося от созерцания товарных вагонов на дальнем пути. Над этими вагонами мирно покачивались ветви тополей, уже слегка тронутые желтизной. Контролер протянул руку и постучал своей кусательной машинкой по плечу молодого человека. Тот быстро обернулся и непонимающим взглядом обвел раскрывших рты бабок свирепеющего контролера взволнованных козлищ. «Билет есть?» — прорычал контролер. Молодой человек тревожно поглядел на его губы, потом на девушку, которая вздрогнула, соприкоснувшись с ним взглядами. Затем молодой человек вытащил из карманов руки и сделал несколько быстрых, плавно переливающихся один в другой жестов перед своим лицом, коснувшись пальцем края рта и мочки уха. Еще раз оглядев ошеломленных зрителей, молодой человек вежливо кивнул и отвернулся обратно к окну. «Чего он?» — растерянно спросил одно из козлищ. «Глухонемой!» Шепотом, с уважением сказала бабка, сидевшая от глухонемого подальше. Девушка напряглась, как будто рядом с ней был не глухонемой, а вовсе покойник. Контролер не знал, что делать. К нему подошел напарник, сгуртовав две кучи козлищ в одну. «Все?» — спросил он. «Ну?» — кивнул первый. «Только вон этот, глухонемой». «И что? Без билета, что ли?» «Да как ты у него узнаешь?» «А, плюнь ты на него!» — посоветовал напарник и громко распорядился. «Ну, господа безбилетники, пройдемте на выход!» Электричка затормозила, динамик невнятно загнусавил. Пассажиры облегченно зашевелились, поднимаясь с мест. В тамбуре зашипели разъезжающиеся двери. Одна из бабок ласково потрогала глухонемого за колено и, странно помахав рукой, громко сказала, участливо улыбаясь. «Приехали!» — глухонемой кивнул и встал. На привокзальной площади было людно и тесно. Громоздились автобусы, толкались у ларьков очереди, возле пригородных касс клубились дачники. Навязчивые таксисты бодро кричали каждому второму «Куда ехать?» Одинокий певец над треснутым голосом уверял спешащую публику в том, что не такой уж и горький он пропойца. Утреннее небо над вокзалом поднималось хрустальной призмой, пустое и бледное, как экран только что выключенного телевизора. Глухонемой посмотрел на вокзальные часы, зябко поежился и пошагал к ближайшему киоску. Вытягивая шею с небритым горлом, он через чужие плечи что-то высмотрел на витрине, достал из кармана смятую купюру и протиснулся к окошку. «Бутылку пива! И откройте сразу!» Хрипло сказал он.